В последнее время я часто могу слышать, что этот звон был лишним, потому что если бы я не звонил, Майдан бы очистили, и не было бы Небесной Сотни и войны на Сходе. Это очень ошибка думка. Я считаю, что смерть героев Небесной Сотни, она не является даримной. Потому что война с Украиной началась гораздо раньше, чем до Майдана. Просто она была тихая и сидящая, никто не говорил о ней. И рано или поздно Украина просто бы уничтожила. Я не знаю, каким образом, но все и шло до того. И слава Богу, люди схаменулись и поднялись. И хочу привести параллель. Украина – это не только территория, это живые люди. Это живый организм. И сейчас, так образно, Украина перебивает на операционном столе. И делают такую свою родную операцию, очень больно, долго. Украина была до этого времени в коме, мы ее вводим в жизнь. Хочем разбудить, воскресить. И как раз то, что происходит на Сходе, это боль, когда делают операцию людьми. Но после операции идет период заживания. Это разбудование Украины, особенно на Сходе. И период поднесения, когда Украина будет набираться сил. Здоровой людьми, чтобы быть, нужно иметь здоровое тело, здоровый дух. Здоровое тело для Украины – это здоровая экономика, промышленность. Здоровый дух – это единственная церковь. Православная, оскільки нас церковь разделена. Я думаю, что мы до этого идем, потому что, если посмотреть на историю, все государства это прошли, но в 20-м столетии. Мы, возможно, запизнилися, но я верю, что Украина, начнется украинское диво, украинское воскресенье. И я бы хотел побажать в этот день, оскільки мы уважаем героям Небесной Сотни, сегодня эти дни очень для Украины скорботные. Киевская Русь распалася, почему? Потому что не было единства между князями. И любые страны распалася, не всегда через напад агрессора, а через то, что не было единственной думки. Какой бы враг не нападал на Украину, если мы будем единственные, и тогда Украину не перемогти. Поэтому я желаю нам этой единства. Я отдаю все.